Накаляды 100-годовый юбилеет, значит, уродженец Рогачевского района, ветеран Великой Айчиной войны Рыгор Сираков. Сегодня с веншаваннями и подарунками еще одной важной миссией, где гости завитали офицейные гости. Познайомиться с юбилеем по счастью нашему корреспонденту Явгене Кухаронак. Подробностей далее в сюжете. Рыгор Сираков народился 7-го студеня 1920 года, увез Цедрагун с Рогачевского района. У семьи был першинцем, затем на свет появились еще четверо детей. Сустры у Великой Айчиной на службе у Прибалтицы. Был раненый, лечения проходил в Москве, затем на Кераваны у Тулу, потом у Таржок, где у Кастрышняку 41-го трапил у Палон. Перемогу сустры у Гамбургу, минавито тады, завершилися 4 годы лагерных пакут у Германии. По рассказах ветерана, выжить удалось, дякуючи мощному здоровью. Он самых здоров, он не курил, а курева занимала очень много, отнимала здоровье. За курева, как папа рассказывал, отдавали пайку хлеба. Это баланда была, хлеб с опилками. Его, как сильного красноармейца, забрал хозяина себе работать. Вот он и сохранился потом от одного хозяина к другому. После вызволения с Палонур, Гор Сирако был накерованный на Донбасс для будовництва шахты. Народимый он вернулся только в 1946 году, а женился с земляшкой, с которой выховал четырех детей. Сегодня у юбиляра уже есть семь унуков и столько же правнуков. Многие члены самих живут в других городах Беларуси и навод в разных краинах света. Однако они по-ранейшему не страшивают связи. Из детей. Надя звонила из Москвы. Племенник звонил из Казани. Брат звонил из Ялты. А, да, да, да. Это дядя, дядя. Сокрет довголетця Рыгора Сиракова у працы. Его стаж Амаль 57 годов. У весь час на корысть колгасу 12 год Кастришника. У насельского хозяйства звонило шесть председателей. А я живу. А я живу. Работал. Был бухгалтером колхоза, был бухгалтером по заплате. Я уже в 80-м пошел на пенсию и работал. В последнее время пришлось даже самому населенцу ездить. За урочистостями нельзя забывать об офицейных справах. Литерально вчера у Рыгора Сиракова завершился термин «День» и его пашпорту. Измена головного документа грамадянина Беларуси для Долга Жахара пройшла в теплую атмосферу асеродзеродных и гостей. Евгений Кухаронак, Сергей Лукашук. Телерадоя компания «Гомель». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!